ВЕДЬМАЧЬ Как было уже сказано ранее, никаких упоминаний о данной школе в книгах нет, и в поисках информации опереться можно лишь на игру «Ведьмак 3. Дикая охота». Медведь – грозный противник, даже для обученного воина, не говоря уже о крестьянине. Его крепость и мощь уважали, а на островах Скеллиги вообще существуют люди, способные обращаться в облик бурого зверя. Медальоном данной школы был медведь, и так же, как и у коллег по цеху, морда зверя была оскалившаяся. Без наличия какой-либо конкретики нам остается лишь предполагать, где обучались «Ведьмаки» данной школы и сколько их осталось. Все же, суровость их доспехов намекает нам на острова Скеллиги. Без сомнения, будь на островах «Ведьмачья школа», пан Савковский хотя бы раз упомянул бы о ней. Но дайте немного пофантазировать. Самих островитян, суровых как в быту, так и в пылу сражения, нередко сравнивались с дикими животными. Так что неудивительно было бы зарождение данной школы именно на островах. Практически все упоминания о школе Геральт находит на материке, описывающей причудливые доспехи школы медведя. Сами доспехи представляют собой утепленное одеяние с кольчужными вставками, сбитой ткани, сладными наплечниками и нарукавниками. Обеспечивало не только согревающий эффект, защищая от холодного приза поутру, но и шальной стрелы, не так глубоко пробившей доспехи из-за плотности. Теорию о существовании школы медведя именно на островах мог бы немного сделать правдивый арбалет – стрелковое оружие, не присуще ведьмакам. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Именно арбалет так ловко помогает в борьбе с сиренами и гарпиями, коих на островах не менее, чем местных жителей. Все же об одном представителе этой школы нам кое-что известно. Некий Герд. Герд прослыл славы хорошего воина и спасителя, а для других же нарушителям законов – их хамам. История Герда привела его на острова Скеллиге, где тот по заказу ярла убил королеву сирен – Мелюзину. Сирены – это практически те же русалки и являются древним морским народом, что делает их мыслящими существами, за убийства которых некоторые ведьмаки не брались без особой надобности. Случалось, что между сиреной и человеком могла быть связь. Такая связь могла породить жизнь, но только при помощи специальных метаморфозов, изменяющих организм под стать органов напарника. Общаются сирены при помощи пения, недоизменив старшую речь, но могут выучить и другие языки. В свою очередь, они также являются реликтами – существами, появившимися после сопряжения сфер и неспособными занять свою нишу в обществе, что делает их целью для специально обученных мутантов – ведьмаков. Но вернемся к нашему ведьмаку Герду, единственному известному нам ведьмаку Школы Медведя. После убийства королевы сирен тот вернулся к Ярлу Тойгеру Красному из рода Тершах, за что был вознагражден не только деньгами, но и дружбой и уважением островитян. На материке, напротив, сыскал немилость на землях Лукоморья, в которых расположился всем нам известный городишко Блавикен, давший прозвище Белому Волку, как мясник из Блавикена. Княжна здешних земель Ольга Ланга Хаара изъявила желание, чтобы Герд убил ее отчима, а по совместительству короля здешних земель Аудуэна, чтобы занять его трон. После отказа ведьмаком от гиблого дела княжна объявила мутанта в преступлениях, совершенных против княжеской Тиары, владычицы Лукоморья, а именно оскорбление княжеского достоинства, вооруженное сопротивление княжеской стражи, сотрудничество с узурпатором и прочие-прочие проступки. Стоит отметить, что после того, как княжна все же взошла на трон, она активно занялась гонением ведьмаков. Впоследствии Герду удалось скрыться. Через некоторое время он был найден на скелике неким рыцарем Халимиром. Рыцарь застал ведьмака врасполох в деревне Фирздаль, и хоть у Халимира был отряд крепких ребят, Герд смог скрыться благодаря местным жителям, что встали на защиту мутанта. В отместку рыцарь приказал спалить дотла корчму и бросился в погоню. Ведьмака догнали около разрушенной крепости Энтир на севере Арцкеллиги, где он готовился к схватке со стрыгой по поручению ярла. Отряд Халимира напал на него из засады. В схватке Герд убил пятерых воинов, а самого рыцаря тяжело ранил и обрушил на них свод крепости, скорее всего используя знак Арт. К несчастью, дальнейший путь Герда неизвестен, вплоть до гибели на скелике во время нападения Нильгарда на замок Ярла. Он жил суровой жизнью, носил суровые доспехи, и любил суровый, но такой близкий ему климат островов. Ведьмачья школа медведя, возможно, как ее аватар, ушла в спячку, и кто знает, возможно, мы о ней еще услышим под дикий рев зверя. Субтитры создавал DimaTorzok